Всем привет! Викторий Григорьевич, Ваше мнение о срочной георгии. Как это выглядит? Хочу поздравить всех коллегчих, которые были на своем сборе. Там было высокого культура, высокого качества. Закрытие сезона, и в Берлии было много эмоций, как на поле, так и за его пределы. Мы взяли на тренерских сканерках двух команд, 5 команд. Я думал, что футбол сегодня получился, праздник любого удался. Но сыграли мячу, я думаю, что этот результат не самый лучший для двух команд. Но в первом футболе сыграли мячу на одном доме. Здесь были 1-1, поэтому я думаю, что силы команд, где-то примерно... Немножко кого-то чуть выше, чуть ближе, ну, приблизительно, у меня не там, приблизительно. То есть я хочу всех поздравить, с большим разем. Для самого. Это мое мнение, чтобы вы узнали. Вы согласны, что ваши неудачи, ваши неудачи, вы так хорошо шли до того, как транспорт не сделали, чтобы таботаться. И в пользу транспортного таботаться нефти по игре и по результатам было видно, что спад пошел. А вы, близки, были заняты за выбором? Ну, первое, что я хочу сказать, если футболистов хочет играть в проверенную команду, это не касается ни в чьих командах, а в смысле не держать. Он же не мотивирован на результаты, не мотивирован на достижение тех целей, которые перед командой стоят. Поэтому таких футболистов смысл держать. Вы мне скажите вам, что он принес большую пользу вашим идеальным лидерам. У вас задача была бороться за чемпионство. Поэтому вот у смысл таких футболистов держать, универвать, как-то мотивировать их. Есть желание, что так будет, это одна ситуация. Есть желание, надо же идти. Мы так просто решим. Это чисто его желание, да? Уйти чисто? Да, его желание. Спасибо. Добрый вечер. Спасибо за сезон, за игру. Как вы вообще сегодня оценивали игру, потенциалы команды? Что ожидали, что получилось, что не получилось? И второй вопрос. По вашему мнению, как зарубежный специалист, скажите, пожалуйста, для развития футбола в ОФЛ, что еще надо делать для развития футбола в ОФЛ? Спасибо большое. Давайте я начну с последнего. Я думаю, чтобы ОФЛ делали все возможное, что касается их компетентности и что касается бывших сил. То есть стадионы, они приводят в порядок поля. В Узбекистане везде в хорошем состоянии находятся. Стадионы, полюса, на раздевалке очень достойны. Если страны, то с другими странами. Поэтому я думаю, что они делают от себя все возможное. Но высших, как головой, доверяют напротив. То есть есть постепенное развитие. И только радует, что отлывали успешно будет на сегодняшний день. То, что касается игры, что получилось, что не получилось. Но в первом тайме мы были где-то более такие мобильные, можно так сказать, владели инициативой. Второй тайм как-то немножко прижались. И проявились завидевать. На момент я имею ввиду этого уровня. В первом тайме играл посередушал, в втором тайме его поставили на эту привычную позицию. С планом, где он начал где-то отпускать. И это доставляет нам неприятности. Поэтому мы перестроились. Но это уже после того, как отпустили матч. Поэтому я думаю, что в целом, в целом, ребята сегодня выложились. Показали хорошую футболку. По счетам отражает сегодняшний мир. Такой охранник. Сегодня Альхамзаде не играл. У него что-то травма или... Нет, он простыл. Он три дня лежал с температурой. Ему там давали антибиотик. И ставили так. Поэтому, наверное, не было смысла вот сегодня. Рисковать его здоровьем. Чтобы он... Вы сами знаете, после увлечения, когда он был, если кто-то, не надо время, чтобы прийти в воду. Поэтому он у него простуда была. И поэтому, почему он уже попал в эту ситуацию? А контракт у него до этого года? Да, контракт у него еще в год. Если кто-то больше 3 года будет, пожалуйста, он открыт. Тогда я говорю о чем в этом сезоне? Сезон закончился? В нижнем сезоне самая лучшая игра или самая лучшая, обидная игра? Какие идеи? Я думаю, что самая лучшая игра у нас еще впереди. Потому что, когда делаешь анализ, когда делаешь разговоры, то, к сожалению, ты предъявляешь себя как футболистом, когда ты не хотела посетить. А в комбик был на прессе? Самая яркая игра? Молчилась? Самая яркая игра? Да, это две игры спорта корма. Очень хорошие игры с Насафом. Хорошие игры с Наранганом. То есть, вот, группа, это группа команд, которая в верхней части в турнице находится, у нас будет смотреть самый яркий. Охрукс 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 Охрукс. Скажите, пожалуйста, вот Набаху предлагает своих зрителей в Лиге Чемпионов. Как вы его шансы оцениваете? У нас последние разы в ваших шансах. Да, это большие шансы. Стоит только не проиграть в Лиге, да? Набаху решить свою задачу в турнире, а не выиграть в группу. А если они не обудрают, то это на 100 процентов. Шансы очень большие, поэтому все в руках, как я говорю, все в наградных баллистах. Только надо выйти, показать тот качественный футбол, чтобы высечь результаты. Похоже дальше, что-нибудь прилить чемпионы. Насчет болельщиков, Твергана Иганон Галыч, что можете сказать? Ну, перед игрой я слышал, что болельщики там друг друга приветствуют, какие-то реченки дружелюбные, да, с одной стороны. Я думаю, что это надо продолжать, потому что футбол, он развивается, старые времена он развивается, сейчас новое поколение, новая эпоха. Я думаю, что если я не буду дружить, там футбол, там между собой, то это большой плюс в развитии футболского футбола. Это вам нужно работать. Спасибо. Можно последний? Лупый, Лупый. Олег Григорьевич, спасибо вам за все. Я хотел вас благодарить от всех болельщиков, от всех журналистов, что вы подарили нам честный, добрый футбол. Могли стать чемпионом, но не получилось. Спасибо вам. Вы на своем деле профессионал и профессор. Все комплименты на вас. Спасибо вам большое.